Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хочу хоть иногда слышать, как ты кашляешь, сынок Я очень не люблю знакомиться Очень не люблю знакомиться Но недавно пришлось познакомиться с девушкой Просто очень хотелось секса А без знакомства никак Без знакомства нужно их догонять Познакомился с девушкой И первое, что она спросила, когда узнала, что я крымский татарин Умею ли я готовить чебуреки И я понял, что у нас с ней ничего не получится Потому что вы никогда не услышите истории Типа, девочки, вчера у меня был секс Как это было? В общем, мы с Бекером готовили чебуреки Он нес под нос чебуреками Мы столкнулись, чебуреки разлетелись по всей комнате Мы наклонились их поднять И взялись за один чебурек Заигала Джамала И тут я поняла Нужно ехать к Антону, заниматься сексом Сейчас, представьте, очень такая трогательная ситуация Ученики наблюдают за тем, как горит школа Слышь, а что, учителю музыки никто не сказал, что школа горит? Походу, не сказали Сейчас многие мужчины узнают себя Представьте случай в очереди в аптеке Так, памперсы, памперсы взял Так, памперсы, что-то еще было в этом списке Памперсы, детская присыпка взял Памперсы, детская присыпка, жена давала просто список Памперсы, а, точно, девушка, дайте еще детский крем мне Спасибо, так, я ничего не забыл Девушка, дайте, пожалуйста, пачку презервативов царские Мужик, царские не бери О, не, можно мне помешать? Добрий вечер, как у вас дела? Добре, да и добре, что добре Просто я недавно видел, как человек Мужик, как бы, бьет женщину по лице вот собакою И вот хочу поговорить про семейные ценности Я уже женатый, как бы, півроку и от 10 лет И вот, кто я был до свадьбы? Я был просто алкаш без четкой цели в жизни А вот после свадьбы у меня есть четкая цель И это вот новые шторы в спальню Знаете, у нас есть типа дома вот сервант В каком мы держим сервиз для особливых гостей Просто вот, кто эти особливые люди? И что они до нас не пришли ни разу за 10,5 лет? Просто я так себе думаю, что даже если бы до нас в гостях На Пасху прийшел, как бы, виноватец свято Вин типа, такий стука, я его открываю и говорю О, привет, Йосипович, заходь Типа, вот, как у тебя дела? Вин говорит, это дела нормальная, слава, батькови И вот мы бы сели на кухню И женщина бы поставила граньонные стакани И вот мне кажется, что не только моя женщина А вот все женщины, они деколи не договаривают Вот знаете, те заманухи мужики, когда женщина каже Йдем на базар, подберем тебе что-то с одягом Так вы договорите до конца Йдем на базар, подберем тебе что-то с одягом А купим мне Здрасте, добрый вечер Всем привет, здрасте Я смотрю на мир по-другому Я смотрю на мир без своих коленок Давайте сразу расставим все точки над «и» У меня большой живот из-за того, что бабочки в животе, да? Я здесь для того, чтобы развеять стереотип о том, что все толстые страдают Правда Во-первых, есть много плюсов Я всегда в любой машине езжу на переднем сидении В любой машине, в любой компании всегда спереди Я всегда, когда, знаете, ситуация, когда вот вас пятеро Вызываете такси на там максимум четыре посадочных места И вот я сажусь сюда спереди И это человек, который говорит всегда «Ну я не знаю, повезет ли таксист пятерых?» Ну потому что как бы, да, проблемы дрыщей на заднем сидении И не волнуют господ, который сидит спереди, все просто Но есть и обидные вещи, правда, это интернет Я думаю, все увидели объявление в интернете, где написано «Всего один ингредиент из вашего рациона уберите, и вы похудеете на 40 килограмм» Как и все толстые люди, я ведусь на красивую фигуру, нажимаю, перехожу по ссылке А там всего один ингредиент в вашем рационе, и ваш половой орган вырастет на 15 сантиметров Когда я планировал жениться, я подумал, вот, женюсь и будет круто Потом мы поженились, и я подумал, вот, вот скоро будет круто Но потом мы развелись, и я понял, вот сейчас круто Вот сейчас реально круто Достану с коробки PlayStation Всех друзей тебя бесивших Приглашу, конечно, мы выпьем, сколько влезет, пока длится кураж Как здорово, что суд мне оставил гараж А ты квартирой своей подавись Ты и твой новый парень юрист Первая песня про моего прораба Одно и то же Нам же нравится одно и то же Украсть цемент, сказать, что это сторож Да, мы таким занимаемся А на болевшем Носки и вьетнамки, они, если честно, не пара, не пара, не надо Продолжаем дальше, повещаем свой IQ Я стану водопадом, изменивши ДНК Да, это надо знать, дорогие друзья Ну что ж, и Но если есть в кармане пачка сигарет Значит, мам, да это мне пацаны подкинули Я же не такой, да? Песня про мою девушку У нее глаза минус десять катаракта Боже мой Что она во мне разглядела? Продолжаем Дети зеленого цвета Весь класс отравился котлетой Кого были дети похлопать, и мы это тоже любим, да? А экономить на свадьбе, это всегда очень плохо Люди на ладони Фотограф креативный А может быть забудем все Прокурор пела вот эта вот повариха, которая детей отравила Негодяйка какая Я сейчас живу в Киеве на пятнадцатом этаже И уже неделю как у нас сломался лифт Вот, приходится подниматься пешком Вот, что вы понимали, когда я поднимаюсь на девятый этаж И думаю, остаться там ночевать Вот, после одиннадцатого я чувствую, как разряжается атмосфера Вот, на пятнадцатом люди ходят, как на луне просто уже Потому что все натерло, пока поднялся, да? И спускаться тоже нелегко Я недавно вызвал такси Такси звонит, говорит, спускайтесь, я подъехал И пока я спускался, он уехал уже И, знаете, а недавно поднимался мимо четвертого этажа Там вот поднималась бабка Она очень устала, она почти умирала, опершаяся об стенку И вот я к ней подхожу, говорю, бабушка, может вам помочь? Она говорит, ну, просто подними сумку на седьмой этаж Я взял сумку, она, блин, такая тяжелая Там был дед, наверное, я не знаю Серьезно, там такая тяжелая сумка Я даже думал сказать, бабка, неси сама, блин Чего я буду перед тобой выпендриваться? Ты же некрасивая, да? И я взял сумку А смотрю, там немного земли Думаю, точно дед, блин Откопала деда И спрашиваю, бабушка, что это за земля? Она говорит, ну, на клумбе немного навоза украла Думаю, блин, я помогаю бабке воровать говно Нас сейчас арестует полиция, да? Она найдет нас по запаху В общем, я поднял сумку на седьмой этаж Бабушка говорит, спасибо тебе большое Внучок, дай бог тебе здоровья Как тебя зовут? Я говорю, Бекир Она говорит, ну, все равно спасибо Почему мы развелись? Понимаете, мы были как ее груди Слишком разные Хотя друзья говорили Они неплохо смотрятся вместе Вот, ну, понимаете На этом жизнь и заканчивается Я продолжил поиск идеальной женщины И первое, что я сделал В своем ВКонтакте Я поставил статус не женат И начали присылать письма И вот одно из них Лайкни меня в Инстаграме Репостни разок мою запись И перед тем, как мы станем друзьями Откомментируй глубокий мой статус Повиси пару дней в подписках Полистай мои фотоприколы Там на фотках я страстная киска Но все пока А то мне пора в школу Моя бабушка Оторвала хоботочек комару Чтобы тот понимал Как тяжело пропитаться на одну пенсию А то совсем крылья распустил Льготник Заметили сейчас неловкая пауза была, да? Заметили? Заметили А у меня такие уже были Последние буквально пару секунд назад Могу рассказать о первой Я знакомилась с родителями моего парня Говорю, здравствуйте Меня зовут Хелен Я из Харькова А они Игорь у тебя первый А я им Какой Игорь? Друзья, знаете, вот Мы последним временем Очень часто попадаем на свадьбы И заметили такую тенденцию Что почему-то сейчас Многие невесты Пытаются на свадьбе Сделать подарок Своему будущему мужу В виде песни В собственном исполнении Знаете, да? Вот представьте Такая свадьба Для тебя есть сюрприз Сюрприз Что я тут Я вот тут Звукооператор Анкноут трек 0.1 Я уже ныне невеста Я уже твоя жена На семейную жизнь Я заряжена Ты мне необходим Я к ракицкому замена Мы вместе Я к брови У дяди Карена Ты лучше моих бывших Даже лучше Ваня петантичнее Коля и нежнее Саня перспективнее Олега и богаче Гоша веселее Чем Петр Симпатичнее Алеша Ты лучше Артура Артема Вадима Богдана Семена Тимура Никодима Якова Адамыча Рома Стриптизера И всего состава Донецкого Шахтера Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова